Здравствуйте, с вами Татьяна Ковальчук, приветствую вас на канале Канадская Древняя. У нас так ничего не случается, вон Суши стоит, ждет, и вон Люса спряталась, тоже ждет. У нас очень тепло, и, конечно, мухи их очень сильно кусают. Я уже прыскала коров, но все равно 100% гарантии, что там никакая муха на них не сядет, нет. Ну, как вы знаете, всех мы распродали, осталось Суши и Люси, как обычно. Суши будет рожать вот в конце февраля. А, кстати, Люся не забеременела, и я вот делала ей опять искусственное осеменение. Ну, вот посмотрим, если она придет в охоту 12 октября или нет. Если она придет в охоту, но я не знаю тогда, что делать. Ах, ха-ха, я думала, она беременна, а она не беременна. Это уже будет третье искусственное осеменение у нее. Ну, посмотрим. Даст Бог забеременеет. Да, Люся? Вот. Буду я Суши вводить в сухостой, но Люсю я еще, наверное, не буду спешить. Да, Суши? Суши буду в ноябре вводить в сухостой, чтобы она как бы вся восстановилась. Правильно, Сушка? Сушка моя! Сушка, конечно, дает нам проблем. Да, Суши? Проблемы такие, что он ободается. И знаете, мой метод пока не работает. Ну, ничего, ничего. Уже лучше. Видите, я уже могу ее потрогать, а она уже не так сильно мотает головой. А, вон начинает опять. Нет. Суши? Ну, работаем мы. Слишком, слишком она уж независимая корова, и долго она была в беспределе жила. Поэтому так долго надо ее учить, да? Дорогая наша Суши. Люс! Люс! Сейчас пойду их доить. Еще раз говорю, я перевела их на одноразовое доение, потому что мне сильно не хотелось там доить их два раза. По несчастных там каких-то 10 литров, так они мне дают в раз в день 20 литров. Все нормально. Утром даю, вечером делаю сыр. Вот такие вот дела. Они уже знают, он уже идут. Комбикорм дается первым. Да, Сушка? Сушка? Вот такие вот дела. Думаю, давно не выходила. Думаю, выйду в эфир, покажу вам. Эй, 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 эй! Суш! Видите, она забывает. Такая она у нас боевая. Да, Люс? Люс! Люс! Ну, чё, Люс? Осталось у меня всего лишь 10 уток. Один селезень. Эй! Пять, нет, шесть. Один селезень, шесть девочек. И три молодых. Я так думаю, что они селезни. Я не знаю, где они сейчас съелись. Вот. И одна вот у нас утка, вот она зеленая, которая, я ее называю зеленая, она у нас сидит на яйцах. Да, октябрь месяц, а она сидит на яйцах. Ну, не знаю. Вот так вот. Совсем уток, мол, встало. Ну, ничего страшного. Нам хватит. Все меньше будет за ними смотреть, вы знаете. Ждут, они тоже знают, что я их кормлю утром. А вот ждут они. Ну, и кот, естественно. Джинни! Джинджер! И Джинджер вот тоже с нами, да, Джинни? Да, мой сладкий. Сейчас пойдем в сарайку, дам тебе еще всякие там вкусняшки. У него дома вкусняшки, и в сарайке вкусняшки. Везде вкусняшки, да? А вы что? Нету ваших друзей. Ну, вот такие вот дела. Думаю, покажу вам, как и что. Осень настает. Листики уже, вон, опадают за деревья. Ну, ничего. Еще тепло. Кстати, вчера было аж плюс 27. Сегодня тоже там будет 24. Ну, еще, еще пока мисс тепло. Я очень-очень радуюсь. Огород уже закончился. Там еще растет бруссельская капуста. И больше уже ничего не растет. Ну, и будем готовить мы наш огород. Немножко будет прохладнее. Не будем готовить огород к следующему сезону. Ну, нутка. Ха-ха-ха. Идет она. Хе-хе-хе. Она меня подгоняет. Давай-давай. Покушать-покушать мне, да? И быстренько мне надо идти. Ну, все. Ладно, пошла я. Спасибо за внимание. На этой ноте заканчиваю свое видео. Пока-пока. Подписывайтесь. До новых встреч. До новых встреч.